Нина Маслова сыграла небольшую, но незабываемую роль красавицы из 139-й квартиры в знаменитой советской комедии «Афоне». У Нины нет ни одной главной роли, но в эпизодах она была великолепна. Особенно удачными получились Марфа Васильевна из «Иван Васильевич меняет профессию» и Виктория Коровянская из «Большой перемены». Нина Константиновна Маслова появилась на свет 27 ноября 1946 года в Риге. Ее детство было очень непростым и наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь Нины. Отец девочки ушел из семьи, и больше о ней не вспоминал, а мать винила дочь во всех своих проблемах. Когда появился отчим стало еще хуже. Нина никогда не чувствовала себя нужной и любимой, дома ее ждали только упреки и ссоры. Она начала уходить из дома, подолгу жить у случайных знакомых, выпивать. В 17 лет Маслова познакомилась с парнем и сбежала вместе с ним в Москву. За компанию с любимым девушка поступила в гидромиллиоративный институт, но быстро поняла, что ей нужна другая профессия, да и с парнем она вскоре рассталась. В 1965 году Маслова поступила в школу-студию МХАТ, но через два года была отчислена за плохое поведение. Сама Нина в интервью рассказывала, что ее просили писать доносы на других студентов, но она отказалась. Все свои проблемы девушка имела привычку запивать крепкими напитками. Погуляв некоторое время она взялась за ум и поступила во ВГИК. Вскоре Маслова начала получать первые роли. Довольно большая роль досталась ей в драме «Русское поле», в которой главные роли исполнили Нонна Мордюкова и ее сын Владимир Тихонов. Во время съемок у Нины и Владимира начался роман, но девушка все прекратила, когда узнала, что Наталья Варлей ждет от него ребенка. Нонна Мордюкова хорошо относилась к Масловой и познакомила ее с влиятельным чиновником. Все вокруг уверяли, что лучше партии ей не сыскать, мужчина был готов на руках носить Нину. Девушка подалась на уговоры, но долго прожить с нелюбимым не смогла. В 70-е годы Маслова много снималась, пусть это были не главные роли, но очень яркие и запоминающиеся. Кроме того, она выступала на сцене театра студии киноактера. Нина не любила проводить вечера в одиночестве, она накрывала стол, собирала большую компанию. Но молодость быстро проходит, друзья обзаводились собственными семьями и все реже навещали актрису, сниматься почти не звали. Нина чувствовала себя, как в детстве, одинокой и никому не нужной. Спасение от одиночества она искала в бутылке. Такой образ жизни привел к тому, что в 50 лет артистке пришлось обратиться к врачам. Врачам нечем было утешить Маслову, по их словам, жить ей оставалось меньше месяца. Ошеломленная и растерянная она отправилась в церковь. С тех пор жизнь Нины Масловой сильно изменилась, она перестала пить, начала вести правильный образ жизни. Снова почувствовала себя здоровой и счастливой, периодически снималась в фильмах и телесериалах. Последний раз она появилась в телесериале 2017 года «Девичник». В этом году Нине Масловой исполнилось 75 лет, но она по-прежнему стройна и обаятельна, выглядит намного моложе своих лет. Продолжение следует...